День с толком Бюджет пополнили, но должны еще полмиллиарда рублей. В Крае подводят итоги налоговой кампании 2023 года. Больше 50 точек, когда в Барнауле начнут работать елочные базары. Пожары охватили Алтайский край. За прошедшие сутки в регионе ликвидировали 27 возгораний, 12 из них в жилом секторе. В Крае на выходных огонь унес из жизни 5 человек. И все эти случаи так или иначе связаны с морозами. Например, в Камни-на-Аби неправильная эксплуатация печи привела к трагедии. Девушка надышалась угарным газом, спасти ее не удалось. Синоптики сообщают, что сегодня будет самая холодная ночь. Сейчас в воздухе активнее, чем обычно накапливаются загрязняющие вещества. В Барнауле и в Бийске объявлен режим черного неба. В некоторых городах возникают проблемы с общественным транспортом. В Краевой столице из-за аномальных морозов гибнут городские птицы. Синоптики прогнозируют, что холода отступит только через несколько дней. При этом предупреждая, что и следующая неделя будет полна климатических сюрпризов. О чем идет речь и с какими последствиями регион переживает сильнейшие морозы. Об этом в нашем сюжете. Аномальные морозы и штурмовой прогноз. Такие перспективы ждут Алтайский край в ближайшие дни. В связи с чрезвычайными холодами в Барнауле прошло заседание комиссии ПЧС. Из-за мороза в регионе несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Обошлось без социально значимых последствий. В связи с неблагоприятными прогнозами проведено информирование о повещении населения края. В том числе посредством СМС-рассылки, средством массовой информации и социальных сетей. В результате воздействия опасных метеоявлений и чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Готовность у нас везде есть. Все принятые меры, в том числе введение режима повышенной готовности в целом по краю, свои результаты дает. По состоянию на сегодня обстановка контролируемая. Но там, где происходят какие-то происшествия, причиной которых в какой-то части становится, так сказать, и погода, разбираемся, ликвидируем, например, аварии автомобильные и так далее. Вторая декада декабря вышла холоднее климатических норм на 5-7 градусов, сообщают синоптики. Штормовое предупреждение продлят до 15 декабря. Ночные температуры в этот период будут колебаться от минус 28 до минус 35, а локально будут превышены 40-градусные отметки. Сегодня ожидается самая холодная ночь. Потом антициклон начнет отступать, морозы отступят, но и следующая неделя тоже будет полна климатических сюрпризов. С 18 до конца декады мы ожидаем заток глубокой ложбины атлантического циклона, который принесет с собой ветреную, снежную погоду, и, скорее всего, осадков будет много. Поэтому к этому нужно тоже подготовиться. Еще один важный вопрос, который обсудили в правительстве – восстановление жилых домов, которые пострадали во время урагана 19 ноября. По данным Краевого Минстроя, были повреждены 352 многоквартирных дома. Пока на сегодняшний день последствия устранены лишь в 168 домах. Ирина Корчегина. День с толком. Из-за погодных условий не могут завершить в крае уборку масличной культуры. Неубранными остаются около 130 тысяч гектаров подсолнечника. Но в целом, качество продукции сельхозпроизводителей в этом году довольно высокое, отмечают в Краевом центре оценки качества зерна. Так, урожай гречихи в этом сезоне лучше прошлого – 884 тысячи тонн, что на 80 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. И почти половина из исследованного зерна этой культуры соответствует первому классу качества. Существенный рост в показателе. Специалисты отмечают также хорошее качество гороха, что подтверждает большие поставки на экспорт. В частности, только Китай закупил почти 80 тысяч тонн гороха этого сезона. Валовый сбор пшеницы в крае превысил 2,5 миллиона тонн непродовольственного зерна из них 20%. Это больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2019, 2018 и 2017 годах, когда природные аномалии были не такими серьезными. Все партии алтайской сои, поступившие в лабораторию, высшего продовольственного качества. Чуть меньший результат показала еще одна масличная культура – рапс. А вот больше всего метеусловия отразились на алтайском овсе. Напомним, весной и летом в Алтайском крае стояла засушливая погода, а осенью со стартом уборочной кампании начались дожди. А затем резкие температурные качели из оттепель в мороз и обратно. Но если урожайность культуры оказалась высокой, то заготовить кормовую базу для животных в достаточном количестве аграриям в этом сезоне так и не удалось. К другой теме. Долг по налогам двух жителей края превышает 3,5 миллиона рублей. А еще 18 человек должны были сделать перечисление в казну на сумму в миллион рублей. Но ни те, ни другие свои обязательства в отведенный срок не выполнили. Об этом сегодня сообщили в налоговой службе края, которая начинает подводить итоги налоговой кампании этого года. По данным сотрудников надзорного ведомства, к началу декабря большинство жителей региона налоги заплатили. Но некоторых исполнить свой государственный долг будут принуждать. Мои коллеги продолжат тему. 272 тысячи жителей края не заплатили налогов на сумму меньше 10 тысяч рублей. Такую цифру озвучили в Краевом управлении налоговой службы. И с такими небольшими должниками работать сложнее всего, признались ведомстве. Впрочем, часто не отдают и более крупные долги. На Алтае 18 человек обязаны перечислить больше миллиона рублей, а два жителя больше трех с половиной миллионов. Чтобы побудить людей платить налоги, в 2023-м специалисты передали приставам 35 тысяч документов и провели совместную карательную акцию. Летом совместными усилиями было арестовано 13 автомобилей. Мера оказалась очень эффективной, потому что почти все должники буквально за день-два гасили свою задолженность, чтобы забрать свой автомобиль. Накладывали арест не с позиции, что запрещали пользоваться, либо на ответственное хранение оставляли, а прямо грузили на эвакуаторы, отвозили на сохраняемые стоянки. Успехи по итогам 2023-го есть и в целом, говорят в ведомстве. На 7 декабря жители края оплатили больше трех с половиной миллиардов рублей. Это 87% от всей суммы налогов. И этот показатель чуть лучше, чем годом ранее. Задолженность формируется не только по текущим платежам. У нас, к сожалению, еще достаточно большая задолженность за предыдущие годы. Если мы на начало года 2023-го начинали задолженностью приблизительно 2,1 миллиарда рублей, то мы ее за 11 месяцев сократили на 40% до 1,3 миллиарда рублей. По итогу года больше всего начислений из основных налогов пришлось на транспортные почти 2 миллиарда рублей. Далее идет налог на имущество больше миллиарда и земель на 560 миллионов. Специалисты напоминают, что налоговое отчисление – это будущий ремонт дорог, благоустройство, развитие социальной сферы. А оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, в банкомате, на почте МФЦ или на госуслугах. Иначе можно погрязнуть еще в больших долгах, начислят пеню, или на время лишиться имущества. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. И к другой теме. Первые 7 из 65 новых автобусов уже доставили в Алтайский край. Эту партию распределяют среди маршрутов общественного транспорта в Славгороде, Олейске и в Змейногорском районе. Следующую партию из 17 машин направят в Заринск, Каменский и Локтевский районы. Всего в малые города края направят 24 транспортных средства. Автобусы «Газ» малого класса. А в Барнауле будут использовать все остальные 41 автобус марки «Нефас». Низкопольные, что удобно для маломобильных граждан, и большой вместимости до 100 человек. Их предполагают распределить на маршруты номер 1 и номер 10, которые соединяют спальные районы краевой столицы. Весь закупленный транспорт должен прибыть в регион до второго квартала 2024 года. На приобретение новых машин край получил специальный казначейский кредит в размере 800 миллионов рублей. А теперь к резонансной истории. За ходом проверки по факту издевательства над школьницей из Алтайского края проследит глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о том, как идет расследование. Накануне в социальных сетях и в телеграм-каналах появилось видео издевательств двух семиклассниц над ученицей пятого класса. Девочку толкают и бьют, угрожают регулярно избивать ее даже в школе. Ребенок плачет и просит не трогать ее. После обнародования данного происшествия правоохранительные органы начали проверку. Все девочки воспитываются в благополучных семьях и ранее на учете в органах системы профилактики не состояли. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 213 ГК РФ, то есть хулиганства. По итогам проверки главе Следственного комитета России должны представить доклад о ходе расследования. Но уже известно, что школьницы, снимавшую видео и нападавшую, поставят на учет в органах системы профилактики. Также их планируют перевести в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Сегодня главному документу нашей страны исполнилось 30 лет. В России отмечают День Конституции. В честь важной даты в правительстве края уполномоченный по правам человека Антон Васильев провел пресс-конференцию, на которой рассказал алтайским журналистам, с какими вопросами к нему чаще всего обращаются и какую помощь он и его команда готовы оказывать жителям. На 1 декабря этого года к уполномоченному поступило больше 700 обращений только от жителей краевой столицы. Заявления связаны с вопросами ЖКХ, социального страхования, обороны, в частности, с вопросами специальной военной операции на Украине. За время СВО в адрес алтайского омбудсмена поступило несколько сотен просьб. Многие касались местонахождения и возвращения домой военнослужащих, которые пропали без вести или оказались в плену. По каждому обращению алтайский омбудсмен передает информацию уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. Она, в свою очередь, работает совместно с Министерством обороны и Международным комитетом Красного Креста. «Есть ситуации, когда стали звонить непосредственно семье. Нередко требуют, кстати, выкупа. И такое есть. Обратите тоже на это внимание. Есть ситуации еще худшие. Требуют от родственников размещение негативной информации о армии и стране. Вы понимаете, к чему это ведет. У нас были два таких обращения, когда просили информацию в виде фейков фактически разместить. Выйти с плакатами и заявить на весь регион о том, что вот там так-то, так-то. Даже не буду воспроизводить. Ведь то, что там просили. В этом году уже нет. Слава Богу, не ходили. Обратились, попросили оказать помощь. Мы их уберегли в этом отношении». «Такую информацию нужно передавать в компетентные органы, в военный комиссариат, ФСБ, уполномоченным по правам человека», – отмечает Антон Васильев. «Это убережет родственников военнослужащих от неприятностей». В честь юбилея Конституции России депутаты Барнаульской городской думы провели для студентов классического вуза специальную лекцию о правах и свободах гражданина государства. Тему продолжит Данил Кузнецов. «Поэтому сегодня эта система уже законодательно отработана». Именно благодаря Конституции 30 лет назад у жителей России расширилось число прав и свобод. Это разительно отличало новую версию главного документа страны от прежнего – советского. О столь важных нюансах на своих лекциях рассказывает депутат Барнаульской думы Сергей Струченко. «Я считаю, что современная молодежь, она, будем так говорить, более грамотная и подкованная. И на лекциях мы когда обсуждаем, в том числе отнесение изменений, поправки, и сегодня какие сейчас изменения происходят, они очень, будем так говорить, грамотно отвечают на поставленные вопросы». Хорошо о современной молодежи отзывается и председатель городской думы Галина Буевич. Но, по ее мнению, в школьном курсе необходимо уделить больше внимания Конституции. В пользу правового просвещения направлены усиления блока гуманитарной составляющей в программах среднего и высшего звена образования. «Вот в последние годы как раз этот блок, он чуть вымывался, гуманитарный из всех образовательных программ. Я думаю, что сегодня нужно вернуться к этой практике и действительно более широко пропагандировать основы Конституции. Вот мне бы хотелось, чтобы это был истинный интерес молодежи к вот этому правовому документу». О правах и свободах говорил молодежи барнаульский депутат Вячеслав Перерядов. На конференции молодых ученых-юристов он выступил в качестве жюри. Больше всего студентов заинтересовали правовые отношения в сфере использования Конституции судами. «Основной документ, как вы сказали, двигается в сторону укрепления скрепов, основных скрепов нашего общества. И, конечно же, двигается в направлении укрепления власти нашего народа, наших прав. И это очень радует на самом деле». За 30-летнюю историю Конституции было принято 16 законодательных актов, которые значительно изменили основной документ государства. Среди важных поправок – о присоединении новых территорий и увеличении срока полномочий главы России и депутатов Государственной Думы. Елена Кузовкина, Владислав Ковалев. День с толком. Юные алтайские футболисты сыграли на одном поле со знаменитостями. Такое стало возможно благодаря Всероссийскому фестивалю «Футбол в школе». К проекту с аналогичным названием наш регион присоединился в прошлом году. И, как отмечают его кураторы, проект уже доказал свою пользу не только в отношении детей, но и учителей физкультуры. Об этом, а также о том, как скоро к этому виду спорта начнут приобщать дошколят, расскажет Данил Кузнецов. А как тут расслабишься, когда перед тобой звезды футбола всероссийского масштаба по типу Руслана Пименова или Бориса Неконорова? В Барнаул они приехали, чтобы провести мастер-класс в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе». Он направлен на приобщение детей к популярному виду спорта. Так, в общеобразовательных школах игре в мяч сейчас обучают на уроках физкультуры. А за футбол учителям объясняют методисты. Стереотипы учителя физкультуры – это, например, то, что они делают все по кругу и вдоль зала. А мы показываем, что лучше использовать пространство как раз поперек зала. У тебя получается короче расстояние, но от этого улучшается качество того, что ты делаешь. Потому что те ребята, которые приходят на урок физкультуры или на урок футбола – это не футболисты. Подобный подход, считает Борис Неконоров, поможет взрастить новых чемпионов. По утверждениям профессиональных игроков, в наше время очень важно отвлекать подрастающее поколение от гаджетов, из-за которых дети не только меньше двигаются, но и, в принципе, редко выходят на улицу. Раньше, наверное, было больше талантов, потому что все таланты вырастают с улицы. Все настоящие футболисты, они должны быть бойцами. А бойцами становятся, по-хорошему слову, бойцами на улице, которые характерные, которые бьются, кусаются. Сейчас это немножко пропало, и благодаря вот таким вот фестивалям мы возрождаем эту историю. Как отмечают профессионалы, даже в самых маленьких городах на мастер-классы приходят в среднем от сотни ребят. Благодаря продвижению футбола в школах к нему приобщилось много девочек. И они, и мальчики всеми силами стремились забить гол своим кумирам. Некоторым юным игрокам это даже удалось. Забить – это очень прикольно. И тем более в таком мероприятии это вообще нереально прикольно. Поставишь ли этот гол в рамочку? Если будет рамка, обязательно поставлю. За два года к проекту «Футбол в школе» в нашем регионе присоединилось 72 школы. И это, по словам председателя Комитета по спорту Краевого законодательного собрания Татьяна Ильиченко, лишь начало. Программу намерена расширить. Задача стоит, чтобы в каждом муниципальном образовании, в каждом районе и городе края было отделение. А дальше будут проходить как муниципальные соревнования, так и окружные соревнования. И, понятно, руководители округов будут потом уже соревноваться на краевом уровне. Выберем лучшую сборную, лучшую команду, а там дальше уже наша команда будет играть на федеральном уровне. В планах региона приобщить к игре в мяч детей более младшего возраста, начиная с дошкольного. В учебную программу детских садов вводить занятия по футболу начнут уже в следующем году. Отметим, что подобные инициативы на уровне края ранее ни разу не реализовывались. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. 50 елочных базаров скоро начнут работу в Барнауле. К этим выходным они появятся во всех районах краевой столицы. Больше всего торговых точек, 24, откроют в Индустриальном районе. По несколько базаров будут работать на улицах Шумакова и Новосибирская. 9 точек появятся в Центральном районе, 6 в Железнодорожном. И всего по 5 базаров в Октябрьском и Ленинском районах. В последнем почти все точки расположатся вдоль улицы Попова. Под каждый елочный базар выделили специальное место. Власти обращают внимание жителей на то, что у продавцов елок обязательно должны быть разрешительные документы. Минимальная стоимость хвойного дерева в этом году составит 1500 рублей. Но конечная цена будет зависеть от высоты и пышности елки. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...